Российскую Академию Наук ждут перемены. На заседании правительства России рассмотрели законопроект о реформе российской академической науки. В начале заседания премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в России шесть государственных академий, включая так называемую Большую Российскую Академию Наук. Они занимаются важными исследованиями в различных научных областях. Безусловно, вносят огромный вклад в развитие отечественной науки. Но, цитата, «система управления этими структурами сложилась еще в 30-40-е годы прошлого века. Сложилась под влиянием субъективных факторов и, конечно же, не в полной мере соответствует современным задачам развития страны». Российско-американский противораковый центр создадут на базе Алтайского государственного университета. В ходе совместной работы будут разработаны методики для диагностики ранней стадии рака. Российские специалисты и ученые из Университета штата Аризона подписали меморандум о сотрудничестве. Исследования будут вестись с применением перспективной технологии, основанной на так называемом иммунном ответе организма на формирование опухоли. Такая методика, отметили ученые, позволит в будущем с точностью определять заболевания на ранних стадиях и выделять среди людей группы риска. Концептуальную и техническую часть обеспечивает американская сторона, а клинические исследования пройдут в России. Редактор субтитров А.Семкин